приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова мои хорошие в сегодняшнем видео я хочу познакомить вас с очень интересной пряжей которую любезно предоставил мне магазин 100 вулл ит я постараюсь чтобы это появилось у вас на экране адрес этого магазина пожалуйста сходите посмотрите и закажите себе понравившуюся вам пряжу магазин специализируется на итальянской пряжи побродите посмотрите и побалуйте себя хорошей пряжей а сегодня я хочу вам представить для исследования так скажем потому что для меня на самом деле это был просто сюрприз вот такая пряжа это натуральная целлюлоза сделана в италии цвет 01 вот он 730 я так понимаю что это лод это натуральная пряжа сейчас я вам покажу как она выглядит если ее расправить посмотрите какая прелесть это можно сказать очень тоненькая тоненькая бумага просто как папирус напоминает я никогда не вязала из такой пряжи и я никогда не вязала шляпы мои хорошие это путешествие будет настолько увлекательным я вам это обещаю присоединяйтесь и мы сегодня с вами начнем вязать шляпу из этой замечательной пряжи я не могу вам передать всех своих ощущений вы просто сами увидите все это на экране но то что вязать из этой удивительной пряжи неимоверно приятно поверьте мне на слово я думаю что вам что вам захочется связать что-то подобное магазин 100 вулл ит предоставил мне 8 моточка вот такой белой пряжи и два мотка этой же пряжи рафия я даже наверно не сказала что пряжа называется арафия вот сейчас вы видите у себя на экране этот цвет 02 и я думаю что я скомбинирую эту шляпу под наш начатый проект который называется еще даже без названия это летняя туника платье сейчас покажу кто только что зашел ко мне на канал и не знает о чем речь я буду вязать эту шляпу вот к этому проекту и поскольку у меня я думаю что достаточное количество пряжи благодарю за щедрость магазин потому что я просила на шляпу 4 матка белой и один голубой когда открыла посылочку была приятно удивлена в посылке оказалось 8 моточков белой пряжи и два голубых и я так думаю что нам хватит на маленькую сумочку да не сказала вес матка 25 грамм это спицы здесь предлагают крючок не написан спицы 5 и 6 мы будем вязать отойдем от этого предложения вот производителя я буду вязать крючком три с половиной вот донышко и дальше тулья вяжется у меня крючком 375 но об этом немножко позже сегодня у нас будет начало вот этого удивительного проекта шляпа летняя шляпа из рафии так что еще не сказала значит стирать эту ниточку можно при температуре 30 градусов здесь не написано на сайте если вы пройдете увидите нельзя стирать в машине здесь тоже этого знака нет почему-то но на сайте я когда заходила именно на рафию там был знак что нельзя стирать в машине ниточка настолько приятно и не знаю для меня это очень новые такие неизведанные так скажем ощущение вот посмотрите но вязать одно удовольствие и конечно же она хорошо держит форму так вот я не закончила мысль если останется ниточка мы попытаемся с вами еще связать сумочку и тогда у нас вообще будет полный комплект представляете красивенная шляпа из итальянской ниточки рафия и туника и сумочка это будет просто неимоверно красиво посмотрите как держит форму и она как ни странно но мягкая удивительного просто удивительно и так давайте приступим вязать нашу замечательную шляпку из рафии от магазина 100 вулл ит и так я сделала голубой фон чтобы вам было удобнее смотреть делаем волшебную петлю скользящую амигуруми по моему она так называется крючок у меня три с половиной и подхватываем ниточку вытаскиваем делаем петлю так сейчас секунду кошка и в наше колечко провязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 не затягиваем петли слишком теперь вот так подтянем нашу ниточку и переходим на увеличение увеличивать будем по принципу круга то есть пока увеличиваем в два раза наши петли каждую петлю провязываем по два столбика и в итоге у нас должно получиться 12 петель то есть так вяжем до конца ряда в каждую петельку провязываем по два столбика без накида этот ряд ничем не отличается того ряда как мы обычно вяжем круг но будут небольшие изменения чтобы наш круг был ровным не в виде шестиугольника а круглым вернее не ровным а круглым то есть вяжем до конца ряда можно пересчитать свои петельки чтобы в итоге получилось 12 столбиков эти как приятно вяжется и даже могу передать вам эти ощущения очень приятная ниточка и так провязали первый ряд я повесила маркер для того чтобы понимать где у меня начало ряда заканчивается круг до начинаем вязать следующий ряд здесь тоже выполняем по принципу круга то есть увеличиваем 6 раз на одну петлю как мы это будем делать первую петлю прибавку делаем то есть у нас прибавка всегда практически всегда идет в начале ряда вторая петля просто провязывается столбик без накида у нас все столбики без накида опять прибавка и просто столбик и так идем до конца ряда 6 точках увеличиваем делаем увеличение из одного столбика провязываем два столбика без накида и в конце ряда у нас должно получиться 18 петель петель и так провязали третий ряд до конца и сейчас вот то о чем я вам говорила по принципу круга сейчас мы должны были сделать прибавку вот здесь в первой петли дальше провязать 2 петельки 2 столбика без прибавок и потом сделать следующую прибавку опять если мы так будем делать у нас вот здесь получится шестиугольник и будет шестиугольная макушка да потому что у нас 6 увеличений посмотрите моя макушка идеально круглая как этого добиться давайте договоримся что когда между нашими прибавками будет четное количество петель как сейчас в этом ряду мы будем смещать нашу прибавку то есть по идее я сейчас должна провязать в начале ряда 2 столбик из одной из одного столбика провязать 2 петли то есть сделать прибавку я этого делать не буду а поступлю следующим образом провязываю сначала две петли то есть смещаем нашу прибавку чтобы был круг они шестиугольник и теперь делаю прибавку опять две петли провязываем просто на точек бросим на пол так одну провязала сейчас так одну провязала без 2 провязала сейчас идет у нас увеличение думаю это понятно в четных рядах мы смещаем нашу прибавки и так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться 24 петли и так провязали круг до конца получилось 24 петли следующее увеличение следующие прибавки у нас идут без смещения вот он наш первый столбик начала круга поэтому первую петельку мы сразу увеличиваем то есть нечетных рядах у нас идет увеличение прибавка сразу дальше провязываем это 2 теперь 3 столбика провязываем без увеличения следующий прибавочка идет таких прибавок у нас получается 6 давайте еще раз так сделала есть здесь при палочку до 2 столбика 3 столбика просто вяжем 2 3 следующий делаем увеличение прибавочка в итоге концу ряда у нас должно получиться 30 петель то есть 6 прибавочек было 24 плюс 6 30 петель и так связали этот ряд какой он у нас там 4 сейчас у нас как раз четное количество четное количество столбиков между нашими прибавками то есть 44 прекрасно делится на 2 поэтому в этом ряду мы будем делать смещение с прибавками как мы это будем делать провязываем 2 столбика провязываем 2 столбика теперь идет наша прибавка два столбика из одного теперь провязываем 4 4 столбика и потом делаем нашу прибавку так это два три четыре и вот она наша прибавка и продолжаем так до конца ряда то есть у нас должно получиться 36 столбиков в конце ряда и так 36 петель у нас по моему 7 ряд давайте посчитаем 2 3 4 5 6 сейчас 7 ряд должно получиться 42 петли на выходе в конце ряда этот ряд у нас количество столбиков между нашими прибавками нечетная здесь будет 5 столбиков поэтому мы сразу начинаем ряд с прибавки делаем прибавку в начале ряда и вяжем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 делаем нашу прибавку 2 2 столбика из одного столбика и опять 5 столбиков без накида это обычные 5 столбиков 2 3 4 5 6 увеличений у нас таких вот опять после 5 столбика прибавка и так вяжем до конца ряда 5 столбиков прибавка таких прибавок 6 я Я думаю, что понятно, для чего мы делаем смещение, чтобы у нас не получался шестиугольник, а была идеально круглая форма нашей тульи, нашей шляпы. Идем так до конца ряда, что там у нас на выходе 42 петли. Итак, следующий ряд у нас опять четное количество петель между петлями прибавки, то есть их шесть. Что мы делаем? Мы опять делаем смещение. Мы не будем провязывать сейчас две петли из одного столбика, не будем делать прибавку, а делаем следующим образом. Между петлями шесть петель, поэтому делим шесть на три, провязываем три петли просто в начале ряда, без прибавок. Теперь делаем прибавку и провязываем шесть столбиков без прибавок, просто шесть столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сейчас у нас идет прибавка. Сделали прибавку и опять шесть столбиков без прибавок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующий столбик, прибавка. Итак, идем до конца ряда. В конце у нас должно получиться сорок два и шесть прибавок, сорок восемь петель. Итак, на выходе сорок восемь петель. Следующий ряд у нас получается семь столбиков между нашими прибавками. Это нечетное число, поэтому прибавку делаем в начале ряда, без смещения. Сделали прибавку, провязали семь столбиков. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. И вот сейчас прибавка. И опять семь столбиков. Итак, идем до конца ряда. В конце должно получиться пятьдесят четыре петли. Довязали ряд до конца. Пятьдесят четыре петли. Следующее четное количество петель между нашими прибавками. Их восемь. Поэтому опять делаем со смещением нашу прибавку. Восемь делим на два. Получаем четыре. Поэтому в начале ряда провязываем просто четыре петли. Два. Три. Четыре. В пятую делаем прибавку. Вот мы сделали смещение. Теперь восемь столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, пять, пять, шесть, семь, восемь. Теперь делаем нашу прибавку. И опять восемь столбиков без накида. В следующие. Так идем до конца ряда. Должно получиться шестьдесят петель. Вы можете просчитать петли для начинающих. Вот здесь сбоку их хорошо видно. Начало ряда у вас обозначено. Просто возьмите и проверьте себя. Шестьдесят петель. В конце ряда должно у нас быть шестьдесят столбиков. Итак, довязали до конца ряда. В следующем ряду у нас девять столбиков между нашими прибавками. Число девять нечетное. Поэтому прибавку делаем сразу в начале ряда. Сделали прибавку. И вяжем девять столбиков без накида. Десятым будет прибавка. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десятый. Помним, что мы делаем прибавку. Раз. И сюда же второй столбик. И опять вяжем девять столбиков. В десятом прибавка. И в конце ряда у нас должно получиться шестьдесят шесть петель. Итак, провязали ряд до конца. Посмотрите, какой красивый, ровный, круглый круг. И в следующем ряду у нас между нашими прибавками получается десять петель. Десять петель это четное число. Поэтому десять делим на два. Получаем пять. Провязываем со смещением прибавок. То есть раз, два, три, четыре, пять. В шестую делаем прибавку. И теперь десять столбиков провязываем без прибавок. В одиннадцатую делаем прибавку. То есть сейчас мы сделали смещение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Десять, семь, восемь, девять, десять. Прибавка. И опять десять столбиков с одним накидом в одиннадцатую прибавка. Так идем до конца ряда. В итоге должно получиться семьдесят два столбика. Семьдесят две петли. Итак, мои хорошие, у нас семьдесят две петли. Это еще не тот диаметр, который нужен нам для головы. Я вижу шляпу на пятьдесят восьмой размер. Давайте померяем просто. Вот здесь сейчас тринадцать сантиметров. Чтобы вычислить диаметр, который нужен для вашей головы, чтобы понять, сколько вам нужно провязать, и чтобы шляпа сидела на вас красиво. Сейчас я покажу, что нужно сделать на калькуляторе. Смотрите, если у меня диаметр головы пятьдесят восемь, пятьдесят восемь умножим на три целых четырнадцать сотых. Это величина Пи, мы знаем из школы, длина окружности. Получаем сто восемьдесят два. Что такое сто восемьдесят два? Это сто восемьдесят два миллиметра или восемнадцать целых две десятых сантиметра должно получиться у нас вот здесь вот в диаметре. Тогда шляпа будет сидеть, ну, налезет, так скажем, на нашу голову. Это при размере пятьдесят восемь. Вы можете вычислить свой размер. Допустим, у вас размер головы пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть умножаем на три целых четырнадцать сотых. Ваш диаметр семнадцать с половиной сантиметров. Вот здесь вот должно быть семнадцать с половиной. Это где-то вот такая ширина. И тогда ваша шляпа сядет на вас замечательно. Конечно же, у нас сейчас нет этого диаметра. Я хочу связать прямо рядочков пять, шесть, семь, не знаю, ну, вот как здесь. Просто прямо, чтобы придать нашей тулье вот такую форму, чтобы она не была формой цилиндра, да? Ну, красиво, чтобы было. Хотя сейчас такие шляпы тоже модные, я забыла, как она называется. Я хочу тулье вот трапециевидную форму придать. Поэтому вот сейчас на этом количестве петель, помним, семьдесят два. Вяжем просто прямо шесть-семь рядочков. И потом сделаем еще одно увеличение и померяем, примеряем нашу шляпку на голову и посмотрим, как она сидит или нет. Или, может быть, еще нужно будет сделать увеличение. То есть, на сегодня достаточно информации. Во-первых, вам нужно купить замечательную ниточку Рафия. Я покупала, вернее, не покупала, мне предоставил ее магазин 100 вулл ит, итальянская пряжа. Ссылку оставлю. И потом, как бы, работа у вас есть, купите ниточки и начнете вязать. Я пока продолжу вязать, дальше делать прибавки. А вот этот кружочек, я думаю, пойдет у нас, это уже будет заготовочка на нашу сумочку. Я так думаю, что ниточка останется. И я хочу связать красивенную круглую сумочку, скомбинировав потом ее вот с этой голубой ниточкой. И у нас получится замечательный, просто замечательный комплект. Вот эта туника, шляпа и сумочка. Мы будем с вами просто превосходно выглядеть. И обеспечиваю вам внимание в отпуске или вообще в жизни. Взгляды будут просто прикованы к вашему наряду. Ну, а пока на этом все. Вяжем 6-7 рядов прямо. И потом, в следующем мастер-классе, я, может быть, здесь еще придумаю, может быть, не просто столбики без накида будут, может быть, я вчера нашла схему веерочков, чтобы как-то это совместить вот с этим проектом. Ну, там плотные веерочки, там просто вот такие веерочки. Возможно, я сделаю, скомбинирую с голубой ниточкой, чтобы шляпа уж была красивенная. Либо сделаю просто веерочки из белой нитки. И потом мы свяжем с вами красивую косичку, которую можно будет сверху шляпы цеплять, убирать. И тогда это получится вообще универсальная шляпа. То есть, меняем ленточки, меняем украшения. И белый цвет практически подходит под все ваши наряды. Вы любите мою, знаете, мою любовь к универсальным вещам, к вещам-трансформерам. Поэтому вот такая идея у меня сейчас вертится в голове. Но все, мои хорошие, я думаю, что мы приятно с вами пообщались, приятно с вами повязали. Получаются у нас чудесные, красивые вещи. Я буду продолжать вязание, буду снимать мастер-класс для вас. Жду ваши комментарии. Надеюсь, вам было хорошо провести со мной время. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.